Привет, друзья! Наше новое включение по адресу улицы Генерала Ермолова, 6, что на станции метро Парк Победы. Культовое место для московского скейтбординга, а ныне оно вдвойне культовое, потому что здесь расположился флагманский магазин Squat. Squat Board Shop, то самое место, куда ты приходишь, чтобы купить все самое новое для скейтбординга, для занятий сноубордом и даже для серфа, друзья. Тут даже сапы есть. И наш сегодняшний рассказ, я в очередной раз выбрал тему, которая мне самому очень интересна, и я просто уверен, что она будет также интересна и вам. Сегодня поговорим о коллаборации бренда Welcome Skateboards и Nine Inch Nails, а также более подробно расскажем про культовый альбом группы Nine Inch Nails The Downward Spiral, который вышел в далеком 1994 году. Кто еще не родился в этом году, внимательно смотрите и поставьте плюсик в комментариях, друзья. Итак, 1994 год. Уже сейчас, можно сказать, далекий 1994 год. Прошлый век, скажет кто-то из молодых. Или же классика, олдскульчик, скажут люди, которые постарше. Ну, такие, как я, скажут. Да, наша молодость. Хе-хе, мы еще могли. Ну, мы, в принципе, и сейчас еще можем. Правда, только в основном рассказывать. Поэтому и рассказываем вам про этот самый 1994 год. Вообще, этот год для альтернативной, для тяжелой музыки был таким знаковым. Ну, сами посудите. Прорывные альбомы от Green Day и Offspring, соответственно, Dookie и Smash. Soundgarden, Pearl Jam, выходит с отличными альбомами. Появляется такой немножко нердовская альтернативная музыка от Wizzera. Группа Hall, группа жены Курта Кобейна, выходит со своим очень интересным релизом. Ну, и очень, конечно, такая грустная новость. Курт Кобейн решил покинуть этот мир. Поэтому все это произошло в одном 1994 году. И да, очень многие любители тяжелой альтернативной музыки, вспоминая про 1994, говорят там УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ The Downward Spiral. Второй long play от этой группы, который, с одной стороны, очень сильно отличается от всего того тяжелого, что выходило в то время. И, в принципе, сама музыка The Night Nails очень сильно отличается от такой популярной, можно сказать, музыки, от привычной всем тяжелой даже музыки. Но, несмотря на это, альбом этот становится одним из самых популярных альбомов этого года. И более того, до сих пор практически все критики в один голос говорят, что Downward Spiral — это один из ста лучших музыкальных альбомов в принципе. Почему так? И как он получился? Попробуем сегодня рассказать. Группа Nine Nails образовалась в далеком 1988 году в Кливленде. Тогда два друга Трэнд Резнер и Atticus Ross решили делать музыку. Тут тоже такой момент, что Трэнд все время считал, что группа Nine Nails — это его группа. И только в 2000 каком-то году он сказал, что Atticus Ross, человек, который участвовал в записи всех альбомов Nine Nails, тоже является членом группы. Так вот, Трэнд — человек, который действительно ему нравилась странная музыка, решает делать собственную музыку. Он вдохновляется абсолютно разными персонажами. Например, ему очень нравится, как звучит Clash, но в то же время он хочет сделать что-то свое. И также ему очень нравится подход Принца в музыке. Ну, Принц вообще, сравнить Принц и Clash — это, можно сказать, разные просто полюса. И все они этому человеку нравятся. Но если в Clash и Трэнду нравится звучание, то в Принце нравится все, что практически все, кроме барабанов, Принц записывал сам. И поэтому первые записи, которые делает Трэнд, он делает полностью сам, играя на всех возможных инструментах, используя все возможные какие на тот момент были технические уже компьютерные инструменты. Ну, там типа сэмплеров, различных синтезаторов, каоспэдов и других, то, что мы сейчас бы назвали там гаджетами или приблудами. И вот из всех вот этих демок в 89 году у него получается очень злое, очень необычное, очень такое кондовое произведение под названием Pretty Hate Machine. Один из первых независимых альбомов, который был выпущен на независимой студии звукозаписи ТВТ Records, которые, кстати, отошли тогда все права, про это тоже поговорим. И это, наверное, был один из первых независимых альбомов платиновых, независимых альбомов, который получил Платину в 89 году. Музыка на тот момент была, ну, более чем авангардная. Тяжелая, необычная. И, в принципе, так как в тот момент действительно очень много тяжелой и необычная людям нравилась. Ну, вспомним даже, например, то, что в конце 80-х и в самом начале 90-х годов на металлические фестивали приглашали такие группы, как Run-DMC и Public Enemy, потому что, ну, тогда еще яркого какого-то сильно представленного рэпа не было, и все считали, что это, ну, такой вот новый подход к тяжелой музыке. Потом, понятное дело, это все изменилось, но тогда в металле искали как раз действительно такое новое звучание. Альбом этот был популярным, и на волне популярности этого альбома группа отправилась в турне. Однако, как это очень часто бывает, в связи с тем, что контракт был подписан очень криво, ни Trend, ни Atticus особых денег с этого альбома не увидели. И тут произошла такая очень серьезная дилемма. То есть, с одной стороны, человек не получает никаких денег со своего супер популярного альбома. Он выступает перед огромными толпами. Более того, в начале 90-х годов, в 91-м, они на разогреве у Guns N' Roses отправились в европейское турне. Ну, вы представляете, да, Guns N' Roses для начала 90-х, это была одна из самых супер популярных мегагрупп. И когда ты выступаешь перед ними, кстати, в Европе их приняли более чем прохладно, но все равно, когда ты выступаешь на таких площадках, и тебе капает совсем маленькая денежка, ну, ты начинаешь задуматься, все ли я подписал правильно. С одной стороны, как я уже говорил, Trend очень хочется писать новую музыку, но с другой он понимает, что все, что он напишет, опять эта команда, опять эта компания ТВТ у него отберет, и он идет на различные хитрости. Он начинает думать, что может быть записываться под другим названием. Кстати, Nine Inch Nails, 9-дюймовые гвозди, это название, есть несколько вариантов, почему оно так названо. Кто-то говорит, что это отсылка к длинным когтям Фредди Крюгера, кто-то говорит, что сам Иисус был распят, и когда его распинали, то именно 9-дюймовые гвозди вбивали в крест. Сам Trend говорит, мне просто понравилось название, Nine Inch Nails, прикольное, и пишется прикольно. Он думал, что может быть выпускать музыку под каким-то другим названием. Он никогда не говорил, что он ищет какие-то новые инструменты, что он хочет работать с какими-то новыми музыкантами, в общем, чтобы никто не знал, что идет подготовка какого-то нового произведения. Одновременно с этим владелец и главный менеджер Interscope, Джо Лавин, если не ошибаюсь, его звали, он замечает, что вышел такой интересный независимый альбом, и группа-то сама очень популярная, и начинает искать контакты с Трентом. И, как они сами вспоминают, почти два года. Трент, чтобы его никто не подслушивал, уходил с телефоном в ванну, и также просил, чтобы никто не слышал, с другой стороны Лавина, общаться, и они обсуждали, как можно уйти от ТВТ на новый лейбл. После того, как он понял, что это может получиться, с одной стороны, он очень боялся, что он меняет шило на мыло, и из одного рабства он переходит в другое. Кстати, на эпишке, которую он выпустил после первого альбома, который вышел тоже на Interscope, есть песня, которая тоже так, счастье от перехода к рабству, как-то так она называется, сатирически, где и описывается этот момент. И Трент очень сильно боялся, что он перейдет из одного рабства в другое, и особо ничего не изменится. Но получилось все как раз наоборот, он получил полную творческую свободу, он получил очень хороший аванс, и более того, он получил возможность под крылом Interscope открыть свою собственную студию, свой собственный лейбл, который он назвал Nothing Records, да, то есть никакие или записи ничто. Интересное название, и во многом как раз бытность Трента отражающая. И вот он начинает думать, какой бы новый альбом записывать. И так как и предыдущая его музыка была очень личная, здесь тоже было очень много личных переживаний. Во время альбома, когда вышел Pretty Hate Machine, и они выступали вживую, практически каждое выступление Трент заканчивал тем, что разбивал все инструменты, которые были на сцене, орал сам, в общем, как-то пытался полностью из себя выкинуть энергию. И понятное дело, что когда ты постоянно таким на сцене занимаешься, и непонятно, это все немножечко понарошку, или на самом деле у тебя фляга начинает немножко свистеть. Поэтому он начал как раз думать о том, чтобы сделать какой-то такой очень темный, очень мрачный альбом. Для этого, кстати, он выбирает альбом записать не в новом Орлеане, где он изначально хотел это сделать, ему нравилась такая вот упадническая атмосфера нового Орлеана, в то же время пресыщенной музыкой. И он переезжает в дом супругов Паланский и Тейт, то самое место в Голливуде, где банда Чарльз Мэмсона убила актрису Шеннон Тейт. И вот он переезжает туда и записывает этот альбом. Также во время записи этого альбома он вдруг встречает сестру этой актрисы, которая говорит, что пытаешься нажиться на имени моей убиенной сестры, ах ты сволочь. И он пытается защищаться, говорит, что нет-нет, это все изучение американского фольклора, но потом сам понимает, что действительно, что же он делает, сволочь такая, плачет всю ночь. И, в общем, через все эти переживания, через все эти саморазрушения выходит альбом, полный как раз вот этой темной энергии, которая является одним из главных альбомов. И вот сейчас прошло 30 лет, и все равно слушать этот альбом, он звучит вне времени. Вот, но это действительно мега темное произведение, и это великое произведение, которое, кстати, было одним из самых любимых альбомов создателем Welcome Skateboards. И именно поэтому, когда стал приближаться 30-летний юбилей данного альбома, Welcome сделали огромную коллекцию, посвященную этому альбому, и практически вся эта коллекция представлена в этом магазине. Мы не будем подробно говорить по всем вещам, которые здесь есть, но сразу скажем, их много. Куртки, есть свитер даже, лонгсливы, такие вот джерси, просто футболки. И самое главное, три таких интересных вещей, которые сразу хочется унести домой, несмотря на то, что я никакой не скейтбордический кататель. Это деки. Одна дека с обложкой альбома Downward Spiral. Одна дека, на которой изображен тренд во время выступления на Woodstock в 1994 году. Тоже посмотрите это выступление, это просто нечто, как он там все разносит. И третье, это обложка сингла с этого альбома. Каждая из досок, она сейчас на вторичном рынке, можете посмотреть, в Европе стоит уже больше 100 фунтов. А здесь еще намного меньше, они почему-то еще продаются. Большое количество одежды, посвященной этому темнейшему и величайшему альбому. Поэтому, друзья, заходим в магазин, заходим на сайт, где все это пока еще есть, и скупаем, и носим. Если вы еще не знали, что такое, наверное, начинался, послушайте этот альбом, хотя бы его. Я уже молчу о том, что тренд сделал кучу музыки для саундтреков, для других музыкантов. У него есть совместные песни с Джонни Хэшем и Дэвидом Боуи и много других историй. Мы просто уже не вписываемся в этот формат. Но обязательно расскажем про это в следующий раз. Ермолова 6. Парк Победы. Новый флагманский магазин. Вот. Вот.